В эфире новости Карелии в студии Даниил Филин. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Дом в ужасном состоянии. Подвал весь настолько провалился, что там уже метра четыре вниз. Жители аварийного дома в Петрозаводске вынуждены ждать расселения в непригодных для жизни условиях. На сегодняшний день, так же, как и два с половиной года назад, в приюте работают всего два человека. Это я и Борис. Все гежи продолжают бороться за жизнь собак в местном приюте. Этот костюм шили конкретно у меня, конечно же. Он стилизованный, с занежкой вышивкой. Костюмы ансамбля «Кантали» стали экспонатами в новой выставке. За минувшие сутки в Карелии произошло три громких ДТП. Есть погибшие. Среди них 59-летний Петрозаводчанин. По словам очевидцев, на пересечении улиц Володарского и Варламова, рядом со второй поликлиникой, мужчина подскользнулся и упал под колеса проезжающего мимо автомобиля «Форд». От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи. На улице Пограничной, тоже в столице Карелии, водитель совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Мальчик получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. Сегодня стало известно о еще одном страшном ДТП. В 9 часов утра в Медвежегорском районе произошла авария. Легковушка столкнулась с лесовозом. Погибла вся семья – двое взрослых и двое детей. По предварительным данным, легковой автомобиль занесло на полосу встречного движения. Петрозаводская госавтоинспекция продолжает проверки школьных автобусов. Инспекторы следят за тем, чтобы дети в школу добирались на безопасном транспорте. Высокие требования предъявляют и к водителям. В одном из рейдов побывал наш корреспондент. Ученики Петрозаводской школы-интерната номер 24 приехали на учебу в школьном автобусе. Для них это привычный ежедневный путь, простой и безопасный. Но чтобы он был таким, поездки неустанно контролируют сотрудники госавтоинспекции и проводят регулярные рейды по правилам групповых перевозок детей. Проверяем страховой полис. Для начала у водителя должны быть в порядке документы, права, регистрация, страховка и показания тахографа. Затем инспектор проверяет техническое состояние автобуса. Очень важно, чтобы все ремни безопасности застегивались, не было никаких заеданий. На месте должны быть и аптечка с огнетушителями, а снаружи инспектор осматривает колеса и сигнальные огни. Если какое-то из этих требований не соблюдено, соответственно, на водителя выписывается штраф, выносится постановление. Подобные рейды носят скорее профилактический характер. Водители относятся к перевозке детей ответственно, рассказывают сотрудники госавтоинспекции. Но и береженных они берегут. И на всякий случай напоминают о таких важных правилах. Разработаны брошюры, групповые перевозки детей, при помощи которых мы объясняем лицам, ответственные за организацию перевозки детей. Основные моменты, которые касаются безопасности при таких перевозках. Проверка и беседа много времени не занимают для детей. Она и вовсе остается незамеченной. И они в целости и сохранности заходят в школу. Для них день только начался. Данил Чиненов, Владислав Будников, Служба новостей. Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Напомню, защита требовала отменить решение Верховного суда Карелии, ужесточившего наказание Дмитриеву с 3,5 до 13 лет лишения свободы. В социальной сети ВКонтакте появились сообщения петровзаводчан с призывами к власти обратить внимание на состояние аварийных домов в городе. В одном из таких постов сообщалось, что жители деревянного дома на Галиковке вынуждены ждать расселения в непригодных для жизни условиях. А про подвал здания уже в пору сочинять страшные легенды. Чтобы разобраться, на место выехала команда городского патруля. О комфортной жизни мечтает каждый человек, но и представления о комфорте, разумеется, у каждого свои. Кто-то всего-навсего мечтает об отлаженной системе канализации и отсутствии необходимости ежедневно пересекать вот такую лужу, которая течет прямо из дома 29 на улице Кузьмина. Дом в ужасном состоянии. Подвал весь настолько провалился, что там уже метра четыре вниз. Вся канализация стоит у нас под домом. Зимой, когда очень сильные морозы, настолько холодно, что нас даже обогреватели не спасают. Вот здесь, допустим, в коридоре у меня зимой стоит лед, после чего образовывается вот такая плесень. Это уже на ДСП. А представьте, что делается внутри на стенах. Плесень и обледенелые стены – привычные атрибуты жизни Натальи. Точно так же, как другие неудобства, к которым она уже привыкла. Горячая вода у нас отсутствует. У нас входит только холодный водопровод, подача воды и отток, и канализация. Канализация – головная боль и причина множества бед в доме. Уже на протяжении трех лет жители не могут добиться ее ремонта. Из-за жуткого запаха двери часто приходится держать открытыми даже в холодное время года. Но решить проблему это, естественно, не помогает. Особенно, если сломанная система канализации находится прямо под ногами. Попасть в подвал можно только через квартиры жильцов первого этажа. И то с большим трудом, и иногда не по своей воле. Не дай бог, что-то не так положишь, и все, ты будешь в подвале. Вы сказали, что крысы бегут оттуда? Да, крысы поднимаются прямо по квартире ходят. Потому что дыры, кругом дыры, вот там все в дырах. Причина холода, сырости и запаха – старые поломанные трубы. Канализационные отходы скапливаются под домом. Зимой нечистоты замерзают, а по весне вытекают на улицу через всевозможные отверстия. Куда утекает все то, что мы видели из подвала? На улицу Кузьмина, из-под нашего дома. Течет через двор, заезд во двор. И течет все по улице Кузьмина до улицы Варламова. Лужа непонятного цвета видна даже зимой. И если честно, хочется убедить себя, что это всего-навсего талый снег. Вы говорите, что тут живет соседка, у которой тоже в квартире проблемы? Да, вот здесь вот у них все леденеет. Как они заходят домой, я вообще не представляю. Давайте я вам помогу. Вот. Подъезд тоже весь наладом выше. А, то есть он открыт вообще, тут не работает домофон? Да, потому что он перекосился и не срабатывает датчик. Татьяна проживает в соседнем подъезде этого же дома с 1959-го. Но за последние три года дизайн ее квартиры стал заметно разнообразнее благодаря водяным подтекам на стенах и вздутому от сырости полу. Вот здесь угол сырой. Пол холодный. Пол холодный, потому что там стоит вода, она не уходит как бы. Из-под труб все идет под пол. Спать невозможно. Посмотрите, там какая сырость. Вот там за кроватью угол. Все отсырило. И он идет на всю стену. По словам Татьяны, проблемы в доме были всегда. А вопрос о расселении ставился уже больше 20 лет назад. Где-то 92-й год. У меня муж дозвонился по прямой линии. Была передача, какие у вас проблемы. А у нас была проблема со светом. Было там, по-моему, две фазы или сколько. Он позвонил, а там сказали, что вашего дома на карте нет. Вот уже снесен. Так что вот так и живем. Мертвые души. Согласно официальным документам, дом был признан аварийным в 2017 году. А снести его планируют в 2022. Однако эта информация не особо помогает справиться с жилищными проблемами, которые актуальны сейчас. Точно так же не помогают и обращения в управляющую компанию. Туда и отправилась наша съемочная группа. Дверь закрыта, однако на двери висит табличка, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 прием граждан Петрогидс не ведется. Можно отправлять заявки по электронной почте, либо по номеру телефона. Давайте попробуем им позвонить. Мы хотели бы узнать вообще по поводу обслуживания и задать пару вопросов. К кому? Кто может это сделать от вашей организации? А вы договаривались как-то, чтобы сделать? Она с директором надо сначала договориться. А вообще, я сейчас когда звонила, я нажала, чтобы меня перевели на директора. А ну его сейчас нет на месте, директора. Дозвонившись до директора, мы попали в телефонную квест-комнату, для прохождения которой необходимо было произвести множество дополнительных звонков. В итоге официальный комментарий получить нам так и не удалось. Поэтому, собрав все предыдущие обращения и оформив новое совместно с жительницей дома Натальи, мы обратились в комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору для разъяснения ситуации и дальнейших действий. Комитету будет проведена проверка. В случае выявления нарушений, подтверждения данных нарушений, управляющая компания будет привлечена к административной ответственности. Пакет документов оставили в ведомстве для дальнейшего изучения. И в данном случае это единственная возможность улучшить ситуацию хотя бы до тех пор, пока дом, наконец, не расселят. В случае бездействия управляющей компании, в случае, если управляющая компания не то, что не ответила на вопрос, она может быть и ответит на вопрос, но если работы не будут проведены, требуемые, то собственники могут обратиться также в госпомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, то есть для проведения проверки по факту нарушения. Команда городского патруля продолжит следить за ситуацией в доме номер 29 по улице Кузьмина. Если вы столкнулись с такой же или другими проблемами, то пишите нам на почту городскойпатрульсобакоджимейл.ком или звоните по телефону 56-00. Анна Касьянова, Владислав Будников, Сергей Беляев, Служба новостей. В Сегеже продолжают бороться за жизнь безнадзорных собак приюта «Верный друг». В прошлых выпусках мы рассказывали о противостоянии местных зоозащитников и руководителей приюта. По мнению волонтеров, около 80 животных содержатся в невыносимых условиях. Администрация Сегежского района собрала все стороны конфликта на внеочередном совещании. Здесь встретились специалисты Министерства сельского и рыбного хозяйства, представители Сегежского ЦБК, волонтеры и хозяева приюта. О чем договорились участники собрания и какие меры предпримут власти, расскажет Ксения Ларина. Не убранные и неотапливаемые вольеры, неухоженные животные, обледеневшие пищей горы мусора. Ворот стая собак, которых так и не смогли приучить к жизни внутри помещения. Таким наша съемочная команда увидела Сегежский приют «Верный друг». В начале февраля зооволонтеры забили тревогу и обратились за помощью к главе города Марине Гусевой. Администрация не осталась в стороне и собрала внеочередное совещание, чтобы совместными усилиями решить проблемы приюта. В ходе обсуждения выяснилось, что волонтеры три раза в год собирают провизию для животных. Регулярно предлагают помощь в выгуле и уборке. Сегежский ЦБК готов установить печь для приготовления пищи. Исправительные учреждения могут предоставить стройматериалы для обустройства помещений. Однако руководитель приюта Евгений Исакова ни с кем не взаимодействует и продолжает жаловаться на отсутствие поддержки. На сегодняшний день, так же как и два с половиной года назад, в приюте работают всего два человека. Это я и Борис. В приюте есть пару женщин-волонтеров, которые помогают нам, но это бывает не всегда. Я позвонила начальникам колонии и уточнила у них, обращались ли вы к ним за помощью по строительному материалу, по работе каких-либо волонтеров или представителей их организации. Вы никуда не обращались и ни у кого ничего не спрашивали. Сегодня в этом частном приюте явно не хватает рук и денежной помощи. Его хозяйка Евгения настаивает на ежемесячном финансировании, так как, по ее словам, контрактов и господдержки, которые были оказаны, не хватает на постоянный уход за животными. Их в приюте 80. Им выделялись деньги на строительство. Это в размере 600 тысяч. Выделялось 200 тысяч также им в помощь. И участие в конкурсе, где два контракта было в размере миллиона рублей, вы знаете, я считаю, что если правильно работать, это довольно хорошие и большие деньги. Представители Министерства сельского и рыбного хозяйства сообщили о планируемой поддержке таких общественных организаций. Возможно, новые субсидии облегчат их жизнь. Будут предусмотрены средства в бюджете республики на предоставление грантов главы республики для поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, которые будут распределяться на конкурсной основе. С большой долей вероятностью с привлечением средств гранта президента Российской Федерации, что существенно увеличит объем возможных бюджетных осигнований. Впрочем, дело не только в нехватке средств и отказе от помощи. Волонтеры не знают, когда, собственно, можно приезжать. На странице приюта, как и на дверях организации, нет указанного режима работы и информации о подопечных. Владельцы не отвечают на звонки даже тех, кто хочет помочь в пристройстве животных. Мы нашли вашему псу-хозяину. Он привит, кобель, сука это, паспорт есть, есть ли заболевание, как нам это все узнать. У меня человек просто это спрашивает на протяжении трех дней. Мы не можем ему ответить. После бурной дискуссии волонтерами и администрацией города было принято решение поддержать приют. На странице главы появилась информация с перечнем обязательств со стороны руководства организации и необходимой им помощи. 15-16 февраля 2021 года Евгения Исакова представит в администрацию перечень видов работ, которые необходимы для нормального функционирования приюта, список необходимых материалов и прочее. Кроме того, администрация окажет помощь по информационному сопровождению группы приюта, посодействует в поиске специалистов и организации необходимых работ. В течение месяца власти будут контролировать работу приюта. Изменится ли к лучшему ситуация в верном друге, пока сказать в сложном. В противном случае, предупредила глава администрации, сотрудничество с верным другом будет прекращено. А для подопечных приюта построят новый дом и найдут ответственного хозяина. В Петрозаводске продолжаются поиски пропавшего маламута Того, а в карельском поселке Раухало закрыли единственный магазин. Об этом и не только. Расскажем коротко. В Петрозаводске на ключевой куковке хозяева ищут любимого питомца, годовалого кобеля породы маламут. Нашедшего собаку ждет вознаграждение. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении, звоните по номеру 8-921-016-8916. В Карелии подтвердили еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания. COVID-19 выявили у 165 человек. Выздоровели 197. В поселке Раухало Лахденбокского района закрыли единственный магазин. Теперь пожилые люди вынуждены ездить за продуктами в город. В Петрозаводске не хватает водителей троллейбусов. Агентство занятости приглашает желающих пройти обучение этой профессии с гарантией дальнейшего трудоустройства. Подробности по телефону 59-26-19. Выставка костюмов ансамбля «Кантели» открылась в Петрозаводском доме ремесел. Жители республики любят коллектив за их песни, танцы и яркие сценические образы. А над костюмами мастера трудятся не менее тщательно, чем артисты над своими номерами. Какие нюансы учитываются при создании сценической одежды нашей съемочной группе, рассказали авторы самих костюмов. Сценическая одежда «Кантели» должна быть не только нарядной, но и удобной. Артисты не зря называют свой костюм второй кожей. Каждый комплект создается по индивидуальным меркам. Этот костюм сшили конкретно на меня, конечно же. Он стилизованный, с занежкой вышивкой. Является вот таким кадрильным девичьим костюмом. И он на вас как влитой, да, сидит? Да, да. Это на самом деле мой самый любимый костюм, из всех которых есть в ансамбле «Кантели». При создании костюма учитывается и то, как его увидит зритель. Так мелкая вышивка не будет заметна из первых рядов. А сценическое освещение может сыграть злую шутку. Нужно учитывать, как будут работать ткани, потому что одно дело вот рядышком, и другое дело на сцене. Цвет ткани очень сильно меняется при театральном освещении. То есть могут быть такие неожиданности, если не знаешь вот эти законы, что потом сядешь, схватишься за голову, и как я могла это не учесть. Перед художником стоит непростая задача – адаптировать наряд для сцены, зрителя и самого артиста, не жертвуя достоверностью. Ведь национальный костюм – это история, и каждая деталь для практичных людей прошлого несла какой-то смысл. Например, сценическая обувь сохранила носки-крючки, на которые древние жители Севера крепили лыжи. Вот даже вот на этом костюме вы можете увидеть, что вроде вот вышивка, да, но символы отделки, они более увеличенные, более контрастные, да, что, казалось бы, при близком расстоянии, вроде как бы в народном костюме этого и нету. А если вы будете смотреть на этот костюм с большого расстояния, потому что все сценические костюмы рассчитаны на просмотр с 5-6 метров, тогда вы поймёте, что всё смотрится гармонично. Теперь появилась возможность рассмотреть костюмы вблизи. Можно будет взглянуть и на эскизы, по которым создавались наряды, некоторым уже несколько десятков лет. Выставка-ретроспектива проходит в Доме ремёсел на улице Кирова и предлагает зрителю как новые, так и ставшие уже раритетными уборы. Илья Лопухин, Владислав Будников, Служба новостей. В Петрозаводске прошёл премьерный показ короткометражки «Там, где мечтают медведи». Целевая аудитория – старшеклассники. Картина затрагивает темы экологии и ответственности за близких людей и свою малую родину. Съёмки художественного фильма проходили в Карелии прошлым летом. Режиссёр и сценарист картины Елена Дубровская. В съёмках принимали участие актёры Национального театра Республики, выпускники театральных студий и карельские школьники. Я очень рада съёмкам, я очень рада, что многие дети Карелии, школы, посмотрят и увидят, что надо охранять природу. Мы как бы не играли свои роли, мы проживали их. То есть, как бы мы такие, какие мы есть. Поэтому фильм получился, мне кажется, очень интересным. Фильм был снят в рамках проекта «Киноуроки в школах России». По его условиям карельские школьники и компании-партнёры, всего более 30 тысяч человек, собирали макулатуру. Все вырученные средства пошли на создание картины. Подобный опыт по участию молодёжи и всех желающих в продюссировании короткометражек использовали не только в Карелии, но и в большинстве регионов страны. Таковы главные новости на сегодня. С вами был Даниил Филин и команда Службы новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова